Добрый день, уважаемые трейдеринвесторы! Сегодня 6 декабря пятница. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Forex по основным торговым инструментам. Напоминаю, друзья мои, что вчера я записал очень любопытный мастер-класс по трейдингу, который называется «Торговля на отбой с фиксированными параметрами». 106 мастер-класс, очень качественный, на мой взгляд, и это будет прям целая серия мастер-классов, связанных с фиксированными параметрами стопов, профитов в разных системах. Очень рекомендую посмотреть. Итак, сегодня важный день для валютных трейдунишек. Сегодня в 16.30 по Москве выйдут данные о безработице, в Соединенных, по некоторым данным, еще в Штатах Америки. Я думаю, что данные выйдут слабые. Рынок здорово покачает, а наша торговая идея отработается. Давайте посмотрим на них на графике. Поехали! Итак, начнем мы с котировочек золота, которые пока подрастают. Я надеюсь, что так и будет происходить. Напоминаю, что большая торговая идея на рост котировочек золота состоится в поглощении позапрошлой недели. Я надеюсь, что это все улетит как минимум по хаям последних двух недель. Ну, примерно вот так. Было бы логично, что поглощение отработалось с откатом. Что касается пары евро-доллар. Пара евро-доллар растет. Напоминаю, что основной целью фиксации лонговых позиций, которые, собственно, мы прогнозировали от лонгового слома, является уровень под названием 1.06.102. Это вершины середины ноября и конца ноября месяца. Надеюсь, что будет прострел наверх. Ну, возможно, еще шортовые провокации. Что может произойти? Могут, конечно, подзакинуть немножко вниз и уже от лонгового слома второго. То есть, первый у нас как минимум в лонговой ветке находился здесь. Второй вот здесь. Могут закинуть вниз и потом уйти уже по хаям. Будьте осторожны. Пара фунт-доллар героически переписала вчера уровень под номером 1.27.477. Вот это вершины конца ноября месяца. Вот мы прогнозировали рост этого инструмента в рамках большой трехволновой структуры, которая показана у вас перед вами на графике. В принципе, это первая цель она отработала. Здесь проход был довольно существенный на 1300 пунктов. Вторая цель фиксации лонговых позиций. Уровень ближайшего технического сопротивления 1.28.375. То есть, вот здесь. Что касается австралийского доллара, инструмент стоит очень дешево. Вот прям заманчиво его подкупить. Самый недокупленный, недооцененный мажор из всех, которые есть. По-хорошему, его покупать нужно выше вот этого лонгового слома. Вот. Если это произойдет, то, конечно, инструмент здорово развернется. Надеюсь, это может произойти сегодня на слабом баксе. Что касается доллар-иены, доллар-канадца, доллар-канадец. Вчера прям погулял-погулял, тестировал тут шортовые сломы, опять вкатывает. Очень такой тяжелый инструмент. Никак не упадет. Напоминаю, что тоже было бы любопытно, чтобы инструмент спустился, конечно, со своих царских хаев. Вот. И, наконец, дал нормальные, нормальные ценнички. Вот. Но тоже из мажоров, из сырьевых, кстати, тоже. Что австралийский, что доллар-канадец, сырьевые мажоры. Тоже переоцененный инструмент. Но здесь доллар находится в качестве базовой валюты. Если сегодня выйдут слабые данные по безработице, то мы увидим хорошее движение вниз. Переходим к доллар-иене. Доллар-иена по прошлой неделе у нас шикарное поглощение, обвалы и так далее. Вот. Надеюсь, инструмент дальше будет падать. Практически тестировал зону шортового слома. Но если будут новые лонговые импульсы по инструменту, то зона для продаж еще находится выше вот здесь. В принципе, надеюсь, что будет валить дальше вниз. Но ближайшее сопротивление я показал. Я сторонник падения у этого инструмента на обновление лаев осени 2024 года. Собственно, план показан у меня на графике. Жижа. Жижа, наконец, пошла. Это нефть. Наконец-то мы поймали этот инструмент. Он очень технично ушел в шорт от слома 25 ноября и продолжает падать. Я надеюсь, что это падение только начало. И ожидаю снижения нефтяных котировок, ну, как минимум до 65, как максимум до 63. Вот этот диапазон этих уровней, я думаю, будет переписан. Что касается биткоина. Биткоин кто-то подфиксил выше 100 тысяч долларов. Куча видео в интернете гуляет. Кто видел на своих мониторах, там фиксил выше сотки. Конечно, поздравляю, кто удержал такие позиции. Но, по-моему, Роберт Кийосаки прогнозировал 100 тысяч долларов. Надеюсь, он рад. Так, что касается фондовых индексов. Мне интересуют американские NASDAQ и S&P 500. Все на хаях, все без откатов прет, не дает возможности нам зайти. Поэтому мы эти инструменты не трогаем. Газик. Газик, друзья мои, спускается. Возможно, жижа его подтянет вниз. Вот. И он оттестирует лонговый слом, откуда можно купить на пробой площадки под названием 3633. Доллар-франк наконец-то посыпался. Посыпался. Если сегодня выйдут слабые новости по баксу, он посыпется еще быстрее. И может принести от текущих котировок еще 4,5 тысячи пунктов на юг на обновление 2024 года. Надеюсь, так и произойдет. С канадца франкой. Дальше мне интересует сеточный метод торговли. Жду, когда инструменты дойдут в зону наших интересов для набора сетки лимитных, в данном случае, покупок. Инструмент пока не дошел. Канадец иена дублирует доллар иена. Мы пока не трогаем ее. Ауди-кад тоже стоит внутри диапазона. Не трогаем. Новозеландец франц спускается. Будем набирать сетку лимитных покупок ниже лого текущего года. Австралийц и новозеландец. Стоит в диапазоне. Жду, когда он подорожает для набора сетки шортов. Еврокат потихонечку пошел. Я говорил о том, что инструмент будет стоить 1.51759. Вот этот уровень его оставили. Он будет пробит. Что может произойти? Если дадут хорошие ценники, вот этот план остается в силе для того, чтобы купить в эту сторону. И отработать трехволновую структуру. Если новость сразу будет слабая, все уйдет в ту зиму, но это все перепишется. Надеюсь, вы успели подзатариться по хорошим ценам. Что касается евро франка. Спускается вниз. Если перепишет слоя текущего года, будем набирать сетку лимитных покупок с шагом не менее 1000 пунктов. Евро ауди поджимает наверх. Если перепишет слоя текущего года, сетка шортов с шагом 1000. В принципе, все. Давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube канале по вчерашнему видео. Так как узнать, какой из сломов отрабатывает с большей вероятностью. Но вам лучше посмотреть, конечно, мастер-классы, потому что это не быстрый ответ. Спасибо за обзоры. Спасибо. Отличные обзоры. Спасибо за осмотрение всех инструментов. Лайк. И вам спасибо. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео? Ставьте лайк, пишите комментарии. И до встречи в понедельник утром на очередном обзоре рынка Forex. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok